Если для юного поколения россиян сегодняшний праздник это просто возможность повеселиться, поиграть, провести время интересно, то для нас, взрослых, это повод подумать о тех детях, которым нужна помощь. И в гостях у нас председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина. Наталья Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какая работа ведется нашим обществом инвалидов по работе с детьми? Я хочу сказать, что работаю в этой организации более 25 лет. И все эти годы, по настоящее время, наша организация существует благодаря поддержке, прежде всего, администрации Ленинского района и спонсоров. Все эти годы мы стараемся сделать жизнь детей ярче. Мы прекрасно знаем, как тяжело живется семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Эта семья очень нуждается в помощи, поддержке. И мы каждый год, у нас уже добрая традиция, на протяжении многих лет устраиваем Международный день защиты детей, праздники, где дети веселятся, получают подарки, заряд эмоций положительных получают, что это очень важно для такого ребенка. Новогодние праздники – это тоже добрая традиция. Много лет наши дети идут к себе как домой. Они знают, что там их ждет хорошая обстановка, подарки. В общем, все будет очень хорошо и замечательно. Скажите, а сколько всего детей сейчас состоит в обществе? У нас в организации более 70 человек. Эта цифра постоянно меняется, потому что дети вырастают до 18 лет, он считается ребенок инвалид. А после 18, если у него сохраняется инвалидность, то он переходит в разряд взрослого инвалида. К нам постоянно поступают. В течение этой недели к нам в организацию пришли 6 детишек, новеньких, которые поступили. И вот мы 30 мая ездили в парк детской мечты Домодедово. Полный автобус был наших детишек с родителями. Они посетили этот парк, кривые зеркала посмотрели, сказочных героев, музей башмака. В общем, получили столько эмоций. И когда мы возвратились в наше родное общество, все получили подарки, которые нам каждый год наши друзья-спонсоры на протяжении многих лет дарят, поддерживают. Самое главное, мне кажется, этим детям почувствовать, что они не одни, что это все одна большая семья. Да, мы к этому стремимся и стараемся показать, что мы вместе сможем многое. И я хочу сказать, что люди, которые нам на протяжении стольких лет оказывают вот эту поддержку, и прежде всего, конечно, моральную и материальную, что они сами излучают свет, свет доброты. И поэтому я призываю всех людей, которые могут оказать, которые имеют возможность оказать материальную, а еще и моральную поддержку. И не только они имеют возможность, а желание. У человека должно быть желание. Если они оказывают эту поддержку, то они сами становятся лучше. И призываю всех, давайте мы сделаем наш мир светлее, добрее. И сделаем наш мир замечательным. И наши дети поверят, что у них впереди светлое будущее, что все у них будет хорошо. Исполним детскую мечту стать здоровыми, помочь им в реабилитации, в лечении. А на это нужны средства. Поэтому я обращаюсь ко всем добрым людям, кто может помочь средствами. Помогите нашим детям, которые в этом очень нуждаются. И вы сами получите заряд доброты и всего самого наилучшего. Особенно сегодня, в день марафона «Благовидное». Большое вам спасибо за вашу работу и за то, что нашли время, чтобы приехать к нам в студию. Я напомню, что у нас в гостях была председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!